Добро пожаловать на канал Watch Stories, с вами я, Михаил, и сегодня у меня презентация нового формата, которого, в принципе, нету нигде в часовом блогинге во всем мире. Мы сегодня с вами будем говорить про стиль, как правильно носить часы, и с какой формы одежды, и самое главное, какие часы с чем можно надеть. Сегодня в этом выпуске я начну, пожалуй, с самых популярных и распространенных часов в дайверском стиле, и мы посмотрим, с чем их можно комбинировать, с чем можно носить. А с чем нельзя. Давайте смотреть. Итак, первые часы, которые я буду сегодня смотреть, это будет Omega Seamaster и Grand Seiko Godzilla. Причем, вот смотрите, часы, они абсолютно в одной стилистике, можно сказать, дайверской, и в одной цветовой гамме. То есть есть такие винтажные оттенки, стальные, черные, но форм-фактор у них абсолютно разный. И, например, если то, с чем вы можете надеть Omega, не сможете надеть Godzilla, хотя часы абсолютно одинаковые и для одного предназначения. Давайте посмотрим, с чем можно Godzilla надеть. Например, вот этот вот стиль, в котором я сейчас... Такая фланелевая рубашка, достаточно плотная футболка, джинсы. Godzilla здесь будет смотреться очень хорошо и органично. Все потому, что корпус достаточно высокий, и они сами по себе массивные. То есть они даже под рубашку, под манжет рубашки не заходят. И когда вы надеваете, выглядит все достаточно органично. Причем Godzilla на самом деле такие своего рода волшебные часы. Во-первых, они классно сделаны, они мне очень нравятся. А во-вторых, у меня достаточно небольшое запястье, но на руке они смотрятся органично. Причем, если, например, человек будет надевать... У меня уже были такие примеры с запястьем крупнее, чем у меня, но ладони, сам кулак меньше, то это будет выглядеть уже как раз-таки неорганично. То есть все должно быть в концепции. И здесь, смотрите, если вы надеваете правильную футболку, соответственно, акценты идут по цвету, совпадают. Вот эти вот индексы, которые обрамляются в золотом ПВД, они совпадают с акцентами и на рубашке, и, соответственно, на футболке. Но, к примеру, если мы сейчас наденем омегу, а омега, сразу повторюсь, она меньше по размеру и тоньше, в данном случае она уже будет немного теряться. То есть, как бы, да, это все равно приемлемо, это нормально, можно так носить, но, согласитесь, Годзилла в этом формате смотрелась намного лучше и намного органичнее. Потому что рубашка все-таки она более такая массивная, плотная, и омега сразу прячется под рукав. То есть не будет такого, что вот она даже не зацепляется за рукав, и, соответственно, не будет вот так вот смотреться. Дальше, пока я в этом же стиле, посмотрим следующие часы, тоже дайв-часы, это Blanpa Batiscav. У меня с ними была, знаете, какая проблема? Парусина. То есть ремень изначально, который стоял, он был парусиновый, черный. Часы были не такие яркие, и я хотел поставить себе нато-ремень. Плюс на парусине мне не хватало буквально там доли миллиметров для того, чтобы часы на руке сидели плотно, а я люблю, чтобы часы сидели плотно и не болтались. И, соответственно, я заказал вот этот вот нато-ремень, такого зелено-оливкового цвета, который как раз-таки, благодаря которому вся красота циферблата и вот оттенки небольшие зеленого, они раскрылись и раскрылся, даже сам вот серый циферблат. Blanpa, они покрупнее, чем Omega, здесь 43,6, по-моему, миллиметров, чуть выше, и за счет вот этого вот нато-ремня, подложки внизу, соответственно, они получаются выше. И здесь в данном случае отличное сочетание, опять-таки, с зелеными акцентами на рубашке и с футболкой. И, соответственно, все выглядит гармонично, плюс ремень. Но какая у меня проблема случилась, когда я поставил нато-ремень? Если раньше я мог надеть эти часы с пиджаком, то в данном случае на нато-ремне вы с пиджаком уже не наденете, потому что это, получается, уже такой профинструмент, Tool Watch, и выглядит, ну, прям как дайв-часы, поэтому, извините, с пиджаком уже это не надеть. Следующие часы, которые я хотел еще показать, их тоже в разном стиле буду показывать, это одни из недавних новых часов моей коллекции, это Narcane. Когда я их выбирал, было сочетание серого и бордового цвета. То есть, ну, в принципе, необычное сочетание. И серых часов у меня тоже не было, и бордового цвета тоже не было. Я думал, что, в принципе, они сочетаться мало с чем будут. Но на самом деле, то есть, если мы вот сейчас их посмотрим, тоже такой спорт, плюс это каучук, соответственно, это далеко не классика, и тут нужно выбирать формат, с которым вы можете надевать часы. Но, опять-таки, эти цвета, благодаря еще тому, что здесь такого золотистого цвета стрелки и индексы, они отлично сочетаются, опять-таки, вот с этой же рубашкой. Я сейчас переодену другие луки, тоже покажу, пока что только с этим. И с футболкой вот такого вот цвета. То есть, казалось бы, бордовый серый, сочетается с зеленым, с синим, с золотистым, с горчичным цветом. То есть, на самом деле, очень удачное сочетание цветов. И давайте посмотрим еще, с каким стилем можно надеть эти же часы. Следующий вариант, все то же самое, только уже другая рубашка, это джинсовая. И посмотрите, опять-таки, серый, бордовый с джинсовой. И есть вот эти вот акценты, которые совпадают с золотистыми индексами и стрелками. Опять-таки, обращайте внимание на какие-то вот маленькие детальки. Они ведь и создают полный образ и вашей, и совпадение часов со стилем одежды и так далее. И в этом же варианте, кстати, если мы посмотрим, например, Годзиллу, она опять нереально классно смотрится. И смотрите, в отличие от Наркейна, то есть, нет такого момента, что она уйдет как-то под манжет. Она очень органично смотрится, да, под световому решению прям вообще супер. И мне кажется, вот с футболкой удачное приобретение. Спасибо моей супруге, которая мне весь этот лук и подобрала. Собственно говоря, часы выглядят очень органично, красиво, и самое главное, раскрываются все вот эти акценты. И давайте опять посмотрим, как будет смотреться Омега. Здесь она выглядит по цветам очень хорошо, но она немножко будет все-таки теряться, потому что часы не крупные. И опять-таки, пример того, что не нужно бояться крупных часов. Там где-то кто-то пишет, часы большие, здоровые и так далее. Если вы себя в часах чувствуете органично, они вам нравятся, и вам нравится, как вы в них выглядите, то носите с удовольствием, потому что мнений очень много, и каждого слушать вы тогда свое мнение совершенно точно не составите. Поэтому в данном случае, например, я Омегу здесь не ношу. Сейчас, кстати, расскажу, с чем можно и нужно надевать эту Омегу. Ну и вот смотрите, про что я вам говорил. Омега-дайв-часы, то есть это профессиональный инструмент, но они отлично смотрятся с пиджаком, конечно, не с классическим, а в casual стиле. И опять-таки, обратите внимание на акценты, то есть здесь винтажный такой облик, и плюс все это совпадает по цветовой гамме с пиджаком и даже по текстуре, по фактуре его. И выглядит все это очень органично и красиво. Соответственно, это те спортивные часы, которые вы можете использовать и в casual стиле, и в спорте, и полететь куда-то поплавать, и в принципе надеть на какую-то неформальную встречу. Если вы в офисе, например, не работаете, не ходите в костюме, соответственно, вы можете спокойно обладать этими часами как единственными в коллекции. Они будут закрывать абсолютно все потребности. И давайте посмотрим, как это будет смотреться с Годзиллой, которая тоже дайв-часы, и в которой тоже такие же цветовые акценты. Ну, это уже совершенно не то. То есть мы как бы здесь прекрасно видим, что часы вообще в принципе одеты не по вкусу, и даже если у вас красивый пиджак, хороший, качественный, классный, да, и классные часы, но они из другой оперы, соответственно, ну, это как бы будет выглядеть как, ну, на мой взгляд, как колхоз. Просто есть часы, которые нужно надевать в правильном стиле для того, чтобы вы в них выглядели органично, и чтобы часы выглядели органично со всем стилем одежды. Соответственно, это так делать точно не нужно. И еще один пример, пока я в пиджаке. То, что я говорил про бланпа, над ремень. То есть с этим над ремнем совершенно точно вы с пиджаком не наденете. Причем даже если пиджак в таком варианте, casual варианте, да, не классическом, то есть это не выглядит так. Но есть часы и есть над ремни, которые будут выглядеть красиво с такой формой пиджака. Сейчас покажу. Вот смотрите, если сравнить с Монблан геосферой из бланпа, здесь текстура ремня совершенно другая. Такое ощущение, как будто бы он вязанный. В бланпа батискаф он более такой грубоватый, грубая ткань, и плетение само по себе такое достаточно простое. Здесь под елочку сделано, опять-таки совпадает с пиджаком, и давайте посмотрим. Так, бланпа в карман. Как это будет смотреться на руке? И приемлемо ли в принципе с пиджаком такое носить? То есть вот посмотрите, здесь уже более-менее нормально, то есть при желании так можно надеть, и это будет выглядеть органично. Опять-таки цвет циферблата люма совпадает с пиджаком, зеленый отлично гармонирует, и плюс вот патина на бронзовом корпусе добавляет какого-то определенного шарма. И ремень абсолютно не выглядит каким-то профинструментом, то есть это просто хороший нато-ремень, плетеный, достаточно хорошего качества, кстати, очень мягкий и удобный, спустя 4 года вообще никаких проблем с ним нет. В общем, это стильно, это классно, так можно. Рубашка, казалось бы, она яркая, красная, но у нее есть несколько разных акцентов, и с этой рубашкой я смогу надеть все часы, которые я вам показывал. Смотрите, первое, Mont Blanc, геосфера, зеленая, бронза, плюс винтажные оттенки на люме. Все цвета совпадают с рубашкой, то есть все, что здесь есть. Соответственно, рубашка не алиповатая, она достаточно стильная, приятная, можно под Новый год, можно летом, на футболку и так далее. И опять-таки, если вы футболку надеваете зеленого цвета, если на вас будет зеленая футболка, зеленые брюки и зеленые часы, это будет выглядеть как масло масляное. Но если вы, например, разбавляете с рубашкой, у вас просто есть зеленый акцент где-то внутри, это выглядит уже органично. Ну, либо можно надеть зеленую футболку, зеленые часы и, не знаю, серые джинсы, синие джинсы и так далее. То есть не нужно полностью в зеленое одеваться, если у вас зеленые часы, или полностью в красные, если у вас красный циферблат. То есть здесь ок. Следующий вариант с омегой. Опять-таки, здесь совпадения с зеленым нету, но зеленый он такой под хаки, соответственно, вот под весь циферблат, под весь образ часов абсолютно нормально смотрится и с рубашкой хорошо сочетается. Опять-таки, очень выигрышная рубашка. Я несколько выпусков записывал, в которых я был в этой рубашке. Много кто спрашивал, что за рубашка. Это Ральф Лорен покупал, я не помню, когда, если честно, на сайте. Поэтому, если интересно, ищите, может быть, что есть в коллекции. Следующие часы. Годзилла. То есть, ну вот здесь, опять-таки, очень хороший вариант. Годзилла всегда хорошо смотрится в спортлуке, в кэжуал стиле и даже можно вот с рубашками. Дальше я еще с рубашками покажу, как она будет смотреться. Это стопроцентный кэжуал спорт. Наркейн. Здесь, соответственно, ну, уже понятно, бордовые акценты с красным хорошо сочетаются. Плюс серый цвет. Причем серый, он такой светло-серый, мутноватый какой-то. То есть, здесь все очень хорошо тоже. И часы сидят приятно на руке. По размеру все очень гармонично, на мой взгляд, именно на моем запястье. Ну и последний из спорта – это бланпа батискаф. Здесь, соответственно, зеленые акценты, опять-таки, винтажные мотивы, люм, серый циферблат. И все это выглядит гармонично. Я, в принципе, очень люблю, на самом деле, носить рубашки с подвернутыми рукавами. Летом это моя стандартная форма одежды. И часы, на мой взгляд, очень прям как-то сексуально, я бы даже сказал, смотрятся на руке. Сейчас зима, соответственно, пора свитеров, кардиганов и так далее. И бывает проблема, что если у свитера, например, вот рукава достаточно толстые, здесь они предусмотрены так, чтобы их подворачивать нужно было, не все часы сидят комфортно. Я, например, не очень люблю, когда либо свитер, либо манжет стягивает часы, и вот в районе запястья вот здесь получается какой-то такой дискомфорт. Соответственно, я все часы нашу плотно, мне, в принципе, это очень нравится, и мне от этого комфортно. И здесь, соответственно, если вы видите, что у вас манжет достаточно массивный, соответственно, и часы должны быть тоже массивными для того, чтобы они не потерялись. Получается, все, весь образ смотрится органичным. Конечно, если у вас не маленькая какая-то ладонь, да, тогда, соответственно, у вас часы потеряются, я вам уже про это говорил. Если ладонь небольшая, то, конечно, крупные часы будет сложно подобрать лично для вас. С Годзиллы такая же проблема. Здесь как бы у меня с длиной ладони все в порядке, поэтому выглядит все органично. Если мы, например, возьмем уже Омегу, она уже поменьше, и здесь вы уже видите разницу, насколько часы начинают теряться из-за вот этого манжета. То есть если бы у меня был бы рукав вот такой, например, то это хорошо, это можно. И видите, как уже сразу часы раскрылись по-другому и смотрятся совсем по-другому. А если подворачивать, как, в принципе, задумано в этом свитере, соответственно, часы теряются. И здесь еще фокус с Наркейном. Сочетание серого и бордового цвета я, на самом деле, не перестаю удивляться, потому что когда я действительно покупал часы, я думал, что это исключительно летний вариант, футболка, какие-то брюки, джинсы или шорты и все. Но на самом деле здесь, смотрите, часы не крупные, то есть, да, они не больше, чем Омега, но при этом они смотрятся более выразительно за счет яркого бордового и светлого серого, и, соответственно, им они придают большего объема. И вот в данном случае они уже смотрятся нормально, то есть даже если у вас рукав вот такой достаточно крупный у свитера. Еще одни часы, про которые я вам забыл показать, тоже спорт-часы, мало показывал, потому что их, на самом деле, мало с чем можно надеть, особенно зимой. Это Улис Нордан. Проблема в чем? В ремне. Он идет на липучке. Шикарный, на самом деле, ремень. Очень удобный. Летом вообще просто очень классно. Но когда вы надеваетесь со свитером, эта липучка будет липнуть к свитеру. И, соответственно, будут постоянно катышки, вот это вот цепляние и так далее. И, в принципе, я прихожу к выводу, что Улис Нордан это часы лета. То есть я их ношу исключительно летом, зимой очень редко надеваю. Например, можно надеть с толстовкой, я покажу, и с жилеткой. Если холодно, ну, с паховиком очень сложно. А так, по большей части, это все летний вариант. То есть, да, вот если посмотреть, как они смотрятся просто с футболкой, ну, это шикарно. Они реально круто сидят на руке. Ремень очень удобный. Если летом рука чуть опухла, можно его чуть-чуть подраспустить. И, собственно говоря, вот в таком стилите. Можно с зеленым надеть, можно с синим надеть, можно с белым надеть. Опять-таки, большое сочетание цветов. Но ремень это такой своего рода минус для зимы. Продолжаем тему свитеров. Кашемир. Очень приятный, кстати, советую. Очень теплый. Я надел кашемир, и можно жилетку, либо тоненький пуховик. Всегда тепло. И, смотрите, вот здесь уже рукав, он плотно прилегает к запястью. И, например, омега не смотрится такой маленькой. Она не теряется, как в предыдущем образе была. И здесь абсолютно гармонично смотрится и идеально подходит под цвет люминесцентного покрытия. Если здесь еще обратите внимание, циферблат сделан по типу сэндвич. То есть люминесцентная подсветка находится под циферблатом, а все индексы и цифры, они вырезаны. Ну и, соответственно, слушайте, как действительно классно выглядит. Я, если честно, свитер этот не надевал. И сейчас достал, надел и просто бесподобно так домой и поеду. В общем, очень красиво. И давайте посмотрим, как с Годзиллой смотрится. Я люблю, в принципе, крупные часы. То есть для меня, возможно, ок, но, наверное, так я носить тоже не буду. Потому что, ну вот, посмотрите, акцент идет полностью на часы. Они высокие. И вот этот вот формат, когда у вас свитер прилегает к запястью, ну, для них не подходит. Если рубашка с подвернутыми рукавами, то это нормально. Здесь, в данном случае, со свитером, ну, на мой взгляд, не очень. То есть они все-таки более брутальные какие-то, харизматичные такие мужские часы. То есть какая-нибудь там косуха, джинсовка, байка, там, здоровые боты. Это абсолютно... Да, кстати, на мои ботинки не смотрите. Я под нижнюю часть не подбирал лук, потому что, ну, это было бы очень замороченное видео, если честно. Ну, в общем, по большей части, вот, до колем. Ну, и здесь еще монблан. Тоже очень хорошо будет смотреться. Опять-таки, по цветам бронза отлично сочетается. Выглядит все очень хорошо. И здесь, если мы с вами посмотрим бланпа, то в бланпа вот этот вот ремень, он, конечно, ну, уже немного не то. Во-первых, часы смотрятся крупнее, чем они есть. А во-вторых, ремень не сочетается с кофтой, потому что она все равно более такая классическая. Ну, и мои любимые. Переходим к рубашкам. Соответственно, Наркейн. Абсолютно спортивные часы, в которых можно ходить в спортзал, делать какие-то упражнения, не бояться за механизм. Здесь стоит механизм компании Кениси, как в Тюдор. Только без кремниевой спирали, со стальной спиралью, для того, чтобы как раз-таки они выдерживали все нагрузки. И корпус специально сделан так, чтобы мог гасить все физические воздействия. И, собственно говоря, я занимаюсь у них спортом. И ничего такого в этом не вижу. Мне очень удобно и классно. Но при этом их можно, казалось бы, надеть и с рубашкой. Причем рубашка вот с такими серыми акцентами. И все отлично смотрится. Например, вы можете дополнить этот образ и надеть какие-нибудь кеды с акцентами, где будет вот этот вот либо вишневый, либо бордовый какой-то оттенок, либо серый с золотистым. И тогда у вас не будет вот этого вот масла масляного там и так далее. И опять-таки здесь смотрите, насколько классно разбавляет вот этот бордовый оттенок. Просто если бы часы полностью были бы серыми, в данном случае они бы потерялись. А тут получается, что у вас есть такая некая, можно сказать, прокладка, да, которая разбавляет вот эти вот оттенки, 50 оттенков серого. Выглядит очень классно. И, кстати, еще хотел сказать по поводу шкатулки. Как вы знаете, у меня шкатулка от Pelican. Внутренности они все самодельные, очень удобные. Кстати, вот в студию я приехал как раз-таки с Pelican. А отдельно вот свою шкатулку новую, которую я приобрел для интерьера для дома, я уже как бы взял без часов, потому что там все-таки, если перевозить плотно, все подушечки не прилегают. А в Pelican закрыл, и можно не беспокоиться о безопасности часов. Шкатулка от английского производителя Wolf. Достаточно удобная, вместимая на 10 часов. Дерево, кожа, все очень приятно, пока сделано очень хорошо. Закрывается на ключ. Я сначала хотел выбрать полностью закрывающийся. Потом волей судеб поменял свое решение и выбрал модель с открытым стеклом. И не пожалел, потому что всегда можно улюбоваться часами, когда они лежат у тебя на полке. Дальше, опять-таки, Godzilla. Очень люблю эти часы, на самом деле. И это одни из самых носибельных часов у меня в коллекции. Здесь, опять-таки, вот смотрите то, что я вам говорил. Манжет подвернутый, и они не смотрятся настолько громоздкими. Соответственно, на руке у меня сидят очень хорошо. Опять-таки, по длине пальцев, кисти, запястья, все очень гармонично. Ушки не выходят за кости, и все как бы очень хорошо. И с серым циферблатом, ой, с серым циферблатом, серая рубашка отлично сочетается. Кстати, летом, что очень удобно, бывает, что рука опухает, когда жара. И здесь часы не нужно снимать с руки для того, чтобы чуть увеличить с помощью дайверского расширения. Вы делаете вот так и регулируете на нужную вам длину. Если, например, сели в автомобиль, кондиционер нужно чуть уменьшить. Просто вот так вот делаете. И все очень просто. На самом деле, очень удобные часы и зимой, и летом, и в пир, и в мир. Ну, единственное, только с пиджаком вы их не наденете. Но это все-таки дайв-инструмент. Ну, и Омега. Абсолютно нормально. То есть, вот, посмотрите, образ Годзиллы был такой более брутальный. С Омегой стало такое более немного, ну, можно сказать, интеллигентное. Не знаю, как-то вот так. Выглядит по-другому. И, опять-таки, вот эти вот винтажные оттенки очень мне нравятся в этих часах. Все равно нормально сочетаются. Опять-таки, вы можете дополнить обуви. У меня вот Timberland одет, в принципе, хорошо смотрится. Но если летом какие-то кеды вот с такими же оттенками, и у вас полностью продуманный образ. Ну, и вот спортивный стиль. Ну, такой кожел-спорт. С джинсами, светлая толстовка, которая подойдет практически подо все. То есть, опять-таки, бордовые, серые акценты, золотые акценты. Выглядит очень круто. И со светлым цветом больше как раз-таки у вас будет раскрываться серый оттенок, бордовый оттенок, золотые оттенки. То есть, сами часы, акцент будет больше на них. То есть, толстовка, она немножко потеряется, добавит вам, конечно, образа, но часы будут заметнее, и цвета будут лучше раскрываться. И, опять-таки, вот темно-серые джинсы, светло-серый ремень, бордовый, толстовка, Тимберленда и вы мега-крутой, мега-стильный парень с офигенными, классными часами. Очень мне нравится. Кстати, после Годзиллы, Бланпа, Наркейн у меня самые носибельные часы. Я практически весь остаток лета в них проходил. Дальше в этом же образе Омега. Ну, опять-таки, очень хорошо. Вот вы видите, да, как белая толстовка со светлыми акцентами добавляет больше антуража часам, и весь акцент, всё внимание идёт на часы. То есть, они раскрываются как-то больше, чем со всеми остальными. То есть, толстовка на себя вообще никакого внимания не берёт. Так, тут же Годзилла. Ну, Годзилла – это Годзилла, шикарнейшие часы просто. Одни из моих любимых. И здесь, опять-таки, тоже всё очень хорошо. Здесь манжет уже сильно не прилегает, он достаточно сам по себе большой. Поэтому часы не кажутся такими уже громоздкими. Здесь всё гармонично смотрится и отлично. Поэтому не нужно, ещё раз говорю, бояться крупных часов. Просто вы смотрите по стилю, как правильно их подавать, с чем надеть. И тогда они будут смотреться абсолютно органично на вашей руке. Так, извините за то, что немного помятый, пока одежду всё перевозил. Снимаю в студии. И, опять-таки, такая коричневатая, красноватая, с красными акцентами рубашка и с золотистыми. Ну, посмотрите, как здорово сочетается с Наркейн. И, опять-таки, казалось бы, это спортивные часы, в которых нужно гонять на велике, в спортзал ходить, в теннис играть и так далее. Но можно надеть в casual стиле с рубашкой, и будет это всё выглядеть очень стильно, классно, гармонично. Мне кажется, это самые популярные слова в этом выпуске. Стильно, классно, гармонично, так его, наверное, и надо будет назвать. Кстати, ну, действительно, мой новый формат, и я надеюсь, он будет кому-то полезен, потому что, ну, часы нужно не только покупать, обслуживать и так далее, но и знать, как носить, с чем носить. Поэтому я делюсь своим личным опытом. Я не стилист, но кому-то нравится, как я преподношу, поэтому вот для них снимаю такие форматы. Поэтому обязательно поддержите, поставьте лайк, может быть, отправьте другу для того, чтобы видео завирусилось, и можно было продолжать следующие такие форматы снимать. Так, ну, вот с этой рубашкой Омегу я бы, наверное, не надевал. То есть, как бы они чересчур в разном стиле, и рубашка отдельно, часы отдельно получаются, то есть не особо гармонично выходят. Если взять Годзиллу, то, ну, помимо того, что они очень удобные на руке, в данном случае, в данном стиле это единственный плюс, по цвету они тоже совершенно не подходят, и, как вы видели, разницу с Наркейн. Наркейн прямо вообще один в один просто по цветам, и акцент был и на часах, и рубашка гармонировала. Здесь абсолютно разная картина. Часы отдельно, рубашка отдельно. Вот если, например, Монблан, здесь уже можно, то есть, опять-таки, коричневый бордовый с зеленым хорошо сочетается, цветы ярче, чем сама рубашка, соответственно, акцент идет уже на них. И, в принципе, они достаточно хорошо смотрятся. Опять-таки, зеленый с коричневым и плюс бронза, беспроигрышное сочетание на самом деле. Ну и смотрите, вот, когда вы берете цветные часы с цветными циферблатами, то есть зеленый, красный и так далее, если уж вы хотите надеть с зеленым всем или со всем красным, то, пожалуйста, сочетайте правильно. Например, если бы у меня сейчас была рубашка ярко-зеленого, как циферблат, соответственно, это все бы слилось и было маслом-масляным. А в данном случае она такая мутновато-болотная-зеленая какая-то, да, и, соответственно, акцент идет на часы, рубашка ее просто дополняет. И, соответственно, если вы подворачиваете рукав, у вас есть вот этот вот промежуток с кожей. А если полностью длинный рукав сделаете до часов, ну, не так будет уже смотреться. И, соответственно, если вы надеваете все-таки зеленую рубашку, выбираете правильный оттенок, чтобы он отличался от часов, и обувь, либо брюки или джинсы выбираете, соответственно, другого цвета. То есть если вы наденете во все зеленое, ну, будете выглядеть как клоуну, например, да. И не нужно, ну, на мой взгляд, опять-таки у всех разные вкусы. Я не люблю аплеповастые там какие-то рубашки, пиджаки, брюки разрисованные. Ну, то есть когда у вас акцент идет непонятно на что, у вас сочетание кучи цветов, ну, вы выглядите просто как клоун. На мой взгляд, и, надеюсь, я никого не обижу, я приверженец больше таких традиционных взглядов, чего-то спокойного. И, соответственно, для того, чтобы часы раскрылись, нужен правильный образ. Потому что вы сами же можете потеряться вот в этой вот разрисованной рубашке, брюках, кроссовках и так далее. Но это уже у каждого свой стиль, у каждого свое мнение. Смотрите, сюда же, например, подойдет бланпа. И, опять-таки, сами часы не с зеленым циферблатом, но ремень зеленого цвета, гармонирует с рубашкой. И, кстати, вот рубашка, она такая, она не классическая, casual вариант, поэтому совершенно спокойно вот с таким стилем дайв-часов вы можете надеть. Давайте посмотрим, как будет с Годзиллой смотреться, потому что она крупнее. Здесь уже, соответственно, если с серым было как бы так, можно надеть, можно нет, здесь с зеленым уже лучше сочетается. Опять-таки, винтажные акценты на люминесцентной подсветке, золотые акценты на циферблате, ну, и такой титановый корпус. Поэтому выглядит все очень хорошо. И, действительно, как бы такие часы можно надевать вот в этом стиле. Какая-то достаточно крупная обувь Тимберлендов, и все отлично гармонирует. Так, Омега с зеленым. Ну, здесь точно такое же цветовое решение практически, как у Годзилле, поэтому выглядит по-другому. И смотрите, как немножко меняется облик. То есть в Годзилле, на мой взгляд, не знаю, может быть, это не так, но я вижу так, более брутальный образ у меня здесь, более такой какой-то спокойный, классический, винтажный, не знаю, сесть где-то на веранде, выпить чашечку кофе. Вот, а в Годзилле так по делам походить, нырнуть где-нибудь. И завершающее. Это Наркейн. Опять-таки, не перестаю удивляться, казалось бы, серый, бордовый, но с зеленым хорошо сочетается. Конечно, не так выигрышно, как с коричневой рубашкой или с серой рубашкой, но с зеленым, опять-таки, да, если вы дополните с правильным образом, с правильной обувью и цветом джинс, будет все очень хорошо и гармонично. Вот, собственно говоря, это первая проба пера. И из того, что я хотел сказать, первый формат такой. Дальше я буду продолжать. Мы поговорим про классические часы, как их носить, что есть классические часы, которые вы можете необязательно носить с костюмом, ну, например, можно с футболкой, с кедами даже надеть. Много, на самом деле, секретов, и я хочу с вами этим делиться. Поэтому носите часы правильно, не бойтесь, что у вас часы большие. Если вы чувствуете себя в них гармонично, просто подберите правильную форму одежды, правильный стиль, и тогда часы будут только дополнять ваш внутренний мир, а не выглядеть каким-то инородным телом у вас на руке. Подписывайтесь на мои соцсети, это телеграм-канал WatchTorys, там вы всегда будете узнавать первыми о всех анонсах, плюс качественный авторский контент, который лично я все делаю сам. И еще есть бусти, где вы можете смотреть дополнительно, помимо YouTube, где регулярно раз в неделю выходят ролики, можете смотреть дополнительный контент, это обзоры, выпуски, встречи с подписчиками, участниками WatchTorys Club. Соответственно, формат по подписке стоит от 399 рублей в месяц, и за самую базовую подписку вы практически все и получаете. Каждый ролик, который там есть, за эту подписку вы можете смотреть. Если хотите добавиться в WatchTorys Club, то выбирайте уровень подписки, начиная со второго уже, а там дальше, насколько вы хотите поддержать канал. Благодарю за просмотр, и носите часы стильно, и всем отличного дня. Продолжение следует...